Здравствуйте, мои подписчики и гости! Сегодня решила приготовить луковые кольца с сыром. Для этого взяла лук, яйца, сыр моцареллы, муку и панировочные сухари. Сыр нарезаю тонко по ширине лукового кольца и по высоте лукового кольца. Лук нарезаю кольцами и делю на колечки. И складываю их через одно кольцо. Вот так получается. И у луковых колец снимаю пленочку. Ну, если она снимается. Если не снимается, тогда можно не снимать. Ну, а теперь между двумя луковыми кольцами вставляю сыр. Правильнее, конечно, нарезать сразу лук и посмотреть, какой толщины у него кольца. Вставляю так, чтобы было плотно, чтобы кольца не разваливались. И вот здесь я допустила ошибку. Сначала нарезала сыр, а потом лук. И луковые кольца оказались толще, нежели я нарезала кусочки сыра. Ну, поэтому приходится мудрить и вставлять по два кусочка сыра. Вот такие кольца получаются с сыром. Затем в мисочку вбиваю яйца. Добавляю соль. Ну, немного взбиваю. Теперь мне нужна мука, панировочные сухари, ну и, соответственно, яйца. Сначала кольцо обмакиваю в муке. Затем опускаю в яйцо. Потом хорошо обваливаю в панировочных сухарях. После этого можно жарить. Но, если вы хотите, чтобы кольца были более хрустящими, можно сделать двойную панировку. Для этого кольцо еще раз обмакнуть в яйце. И опять в панировочных сухарях. Пока обваливаю кольца, поставила кастрюлю с растительным маслом, чтобы масло хорошо прогрелось, так как кольца буду жарить во фритюре. Хорошо прогретое масло выкладываю кольцо. Можно также это делать на небольшой сковородке, чтобы поместилось несколько колец сразу. Обжариваю до золотистого цвета. Выкладываю на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. Вот такие луковые кольца получились. Подаю их с кетчупом. Если понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Оставляйте комментарии. Делитесь с друзьями. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили оповещения о новых рецептах.